Настоящий монастырский квас. Старинные рецепты, шеребобавок, красители и консерванты. Только натуральные компоненты. Вкусные и полезные для здоровья напитки торговой марки. Так вот и подумаешь, то ли уже мы перезимовали, то ли еще вся зима впереди. Трудно сказать. Да, потому что нифига не понятно, что это за погодь такая. С утра снега навалило, чуть ли не под стекло в двери машины. Это уже теперь все тает. Просядит сейчас этот снег весь. И все. И как бздец. Если не дай бог его заморозит. Надо срочно ехать чистить. Закончилась тренировочка. Отпахали по полной программе. Видите, бодрый, весел. Когда говорят, что тренировка выматывает. Не, ребят. У тех только выматывает, кто тренируется в пятилетку раз. Да, тренировка тяжелая. Да, сразу после тренировки тяжело. Да, тому устал на тренировки. Но принял душ. Переоделся пока. Все. Восстановилось. Это как кровопускание. Чем больше тратишь энергии, тем она быстрее восстанавливается. Это проверено. Сто процентов. Кровь надо сменять. Свежую кровь пускать, омолаживать. То же самое с тренингом. Особенно, когда команда классная. Тут друг друга все подпитывают энергией. Все проходит на ура. Так вот. Каратюги, братья. Классная новость. Я буквально несколько часов назад вышел в эфир на фейсбуке и сказал, что еду на производство, чтобы посмотреть одну новую штучку-дрючку, которую мы задумали. Для макевары МБШ. Макевары МБШ, кто не в курсе, просвещу. Это макевара боксерская Шилова. В простонародье ее называют макевара бадюка Шилова, потому что в свое время Сергей Николаевич бадюк имел отношение к идеологии ее создания. То есть по его заказу для него лично была создана первая модель на базе макевары Камертоншева. Ну и вот так и повелось. Макевара самая популярная в мире, наверное, есть на всех континентах и материках. Даже на полярной станции Прогресс и на Южном полюсе в Антарктиде. Я не устал об этом говорить, потому что это предмет моей гордости. Но, несмотря на то, что это портативная макевара, позиционировалась как снаряд такой, ну, чуть ли не для новичков, хотя на самом деле профессионалы тоже работают на ней, и Паветкин Александр, например, на ней работает, и Стивен Сигал, и кто только не работает, все работают. Вот, ведущие мастера миром, многие пользуются. Вот. Она все-таки была такая достаточно жесткая, такая тугенькая макевара, предназначенная, то есть дилетанты на ней могли работать, но все-таки она больше для взрослых была предназначена. Ну и мы разработали специальный, специальный баек для макевара МБШ, то есть можно фактически на макеваре МБШ только баек заменить, и все, на детский. Детский баек получается. И могут работать на макеваре дети. Сразу отвечу на вопрос, потому что сейчас точно письма придут, скажут, мы хотим. С какого возраста можно детям работать на макеваре? Ударную технику, особенно голыми руками, и постановочную мощную технику, и набивочную. Детям можно работать, начинать не ранее, не ранее, чем с 12 лет, а лучше с 14. Почему? Имеется в виду серьезную, да, самогенобивочную работу, такую прямо мощную. Если в перчатках работать, в шингардах и так далее, можно раньше начинать. Вот. Потому что от ударной, форсированной работы могут закрыться зоны роста в костях. И, соответственно, у ребенка остановится рост. От больших нагрузок на скелет, зоны роста в косточках закрываются. Вот. Поэтому очень рано торопиться не надо. Именно поэтому некоторые виды спорта не берут детей рано. Раньше в атлетику тяжелую не брали рано. В гимнастику берут, но сами видели, какого роста спортивные гимнасты. Они все низкорослые. Потому что нагрузка большая. Так же, но так работают низкорослые все. Почему? Потому что удар, какая бы дорожка по кроматической, не была, не пружинища, но нагрузки, вот эти вот апплиметрические, на костях. Они затормаживают рост. Поэтому ударная сильная подготовка не раньше 12 лет. Вот. Но на макеваре можно работать не только ударную подготовку. Для того, чтобы к ударной подготовке прийти, нужно работать техники подводящие. Это различные надавливания, прожимания, для того, чтобы выстроить все ударное звено от пятки и до ударной поверхности непосредственно. Вот. И вот такой снаряд для этого годил столько макевара Камертон, потому что у нее огромный диапазон настроек. Но не все могли ее себе приобрести, потому что она подороже, конечно. Вот. И не для всех она была там удобна, кто ее домой брал, предположим, своему ребенку, потому что она довольно большая. И дома не все имели возможности поставить ее. А вот макевара МБШ, она в этом плане сам классная. Она, во-первых, ее может крепить на улице, во-вторых, ее может дома крепить на платформу специальную, а потом с этой платформой снять. И на стене остается только дощечка вот этой платформы, по которой макевара перемещается. И виды это никак не портит. И вот теперь к этой макеваре есть специальный детский боек. А потому, а потому, это сделано было вообще в ответ на массу вопросов, пожеланий и просьб сделать что-то такое, чтобы на макеваре могли работать всей семьей. И мама, и папа, и сын, и дочь, что называется. Ну, это я шучу так. Ну, обычно папа и сын там, ребенок занимается. Вот. Покупают, например, предложим, папа, ребенок тоже хочет, а у него не получается. Либо покупают ребенку, что называется, на вырост, а ему тяжеловато, да, с такой макеварой работать. Вот теперь проблем нет. Меняйте боек один на другой, и все, никаких вообще проблем нет. То есть приобретаете макевару с двумя бойками, с обычным и с детским. И детский дополнительно. Либо с детским и берете обычный боек. Они абсолютно взаимозаменяемые. То есть они абсолютно одинаковые. Вы их между собой не различите, у них только маркировка разная. Они одинаковые по толщине, они одинаковые по ширине. То есть вот нет такого, что он типа мягче и более но тупруге, потому что тоньше. Нифига подобного. По такому пути идут только дилетанты, что называется, которые делают контрафакт. У них макевары либо как кол, либо наоборот сильно мягкие. Не могут они найти. Они не знают, как управлять при конструировании макевары упругостью самого снаряда. Потому что именно бойка. Потому что боек это действительно технологически сложная вещь. Так вот эти бойки внешне не различите их никогда. Одинаковые. Абсолютно. но по своим по свойствам примерно детский боек в два раза мягче, чем обычный. Вот так вот. Так что скоро, ребят, появится, скоро дам анонс. Все будет чики-пики. Будьте довольны, потому что столько писали из различных секций, родителей. Это вот просто завалом. И я, конечно, виноват, что на протяжении буквально нескольких лет мы игнорили вот эти просьбы. То есть мы, конечно, их как-то накапливали, думали про это, но за работу так и не брались по этой теме. Потому что сложно довольно-таки разработать новый боек, чтобы он был прочный, не ломался, да, и все свои свойства, которые в техническом самозадании самозаложены, были выполнены. Потому что древесина, сами понимаете, настолько сложный в конструировании материал. Можно, конечно, было бы давным-давно придумать макевару с каких-то полимеров, из которых делают луки, лыжи пластиковые, там все такое прочее. Можно, но, понимаете, тогда макевара теряет свою душу. Макевара, она должна быть деревянной. Вот в этом вся проблема. Найти компромисс между старым и новым, сохранить дух, но тортодоксальности и в то же время привнести всю новизну современных технологий и методик работы. Вот в этом фишка-то, в этом сложности. И второй момент интересный, который, опять же, на производстве посмотрели, да, и это самое, что сделали. Сделали для макевары камертон специальную тоже настенную платформу. О, эта вещь очень поможет тем, кто макевару только-только приобретает, это камертон. Прямо очень поможет. Я сейчас объясню, почему. Потому что макевара камертон, она крепится на стену своей задней частью. То есть, вот, сам отбойник имеет отверстия технологические, через которые вставляются там анкеры и привинчивается к стене. Так вот, чтобы нормально прикрутить, надо макевару разобрать, снять у нее боек, прикрутить отбойник, и потом собрать, уже самую боек прикрутить. Либо надо шпильки в стену засверлить и потом надевать на шпильки. Сложности есть определенные, многие трудности. А платформа решает вопрос, каким образом. Платформа это тоже такая специальная доска, значит, к которой уже потом крепится макевара. Не какая-то другая, а именно такая же точно макевара камертон. Поэтому кто хочет покупает ее с платформой, кто хочет без. Но платформа, смотрите, доску, вот эту платформу закрепить намного проще. Ее можно закрепить любыми анкерами, шурупами, болтами, чем угодно. Если в деревянной стене гвоздями прибить, там я не знаю, как угодно закрепить можно. Сколько и сколько угодно задействовать элементов скрепежных. Это очень сделать намного проще, чем закрепить саму непосредственно макевару. Потому что чтобы макевару закрепить, нужно быть немножко порукастей. А платформу проще. А к платформе уже двумя способами на выбор накрепится макевара камертон. Первый способ это ее закрепить как МБШ макевару, ремнями. А второй это специальное крепление на барашках. То есть приставляете макевару и специальным образом ее зажимаете. Таким способом сейчас на платформу настенную крепится макевара МБШ тоже. То есть к платформе комплект крепления поставляется одномоментно. Поэтому такие два нововведения. Первое это специальный детский боек для макевары МБШ который позволит детям работать на макеваре и использовать ее все возможности. То есть ставить удар начинать довольно рано. И второе это специальная геностенная платформа для макевары Камертон который позволит макевару Камертон закреплять гораздо проще чем это было до сих пор. Вот так вот други мои. Мы не стоим на месте мы движемся вперед. люди все присоединяются присоединяются да тогда обязательно посмотрите этот эфир в записи чем хорош фейсбук хорош тем что эфиры сохраняются в записи вот а потом есть у меня на ютубе такой лайв канал лайв ченнел то есть Михаил Шилов лайв ченнел где можно все эти видео потом тоже посмотреть потому что я их туда дополнительно заливаю. Ребят кто в теме заходите сейчас и задавайте вопросы если у вас есть вопросы по макеваре по работе на макеваре по макеварам именно моей конструкции в том числе по макеварам камертон МБШ я на ваши вопросы отвечу прямо сейчас непосредственно с огромным удовольствием поскольку еду домой время у меня есть примерно путь мой займет еще минут 15 поэтому я отвечу на вопросы на любые други мои давайте слушаем внимательно натыкайте пальчиком что-нибудь обозначьте присутствие свое вот а вообще как вы считаете я конечно знаю на этот ответ но мне интересует ваше мнение детская макевара она скажем актуальна в современных детских секциях по карате или это так архаизм который нафиг не нужен я там лично столкнулся с таким пониманием что в традиционных школах о макеваре больше говорят но нифига не делают многие считают экспертами себя по работе на макеваре но когда заходит речь о том а сколько ты лично работаешь на макеваре люди это засовывают обычно глубоко в задницу язык потому что все как бы знают считают что они про это знают что это такое для чего это нужно и даже рассказать про это что-то могут но когда заходит речь о том а сколько работаешь ты и покажи как ты это делаешь непосредственно никаких добился ты результатов за годы работы прямо годы у тебя практики в соотношении того что было и что стало обычно ни хрена никаких результатов и нету вот об этом и речь и когда мы видим современное спортивное и карате в котором если ты бесконтактная то слава богу травм там от кулака особо никаких нет то и мы опять же видим что и там и удара как такового нету сколько бы ни говорили о том что они конечно могут подскочить нанести быстрый мощный удар и все так вот ну вот удар это кстати есть на самом деле есть оружия нету понимаете то есть вот есть хорошо поставленное над оружием классный патрон очень мощный а пуля в нем никакая шарик из ваты вот в этом вся проблема собственно говоря вот а уж в тех и стилях которые контактные предположим тот же самый кёкусин вот ребята между прочим ломают доски на соревнованиях это у них обязательно и это дисциплина то есть они обязаны это дело делать дерутся жестко попадают друг другу в локти да и очень часто повреждают себе и запястья и кулаки и пясные и кости а тоже заговоришь о том а работа на макеваре присутствуют для того чтобы укрепить свои руки нифига оказывается ничего этого нет а ведь на самом деле весь этот травматизм можно профилактировать чуть ли не с самого детства начиная и никаких проблем вообще не будет а учитывая те методики которые значит я разработал руки сохранятся в идеальном состоянии тот молодой человек который это предположим в секцию пришел чтобы позаниматься кокусином а сам он музыкант скрипач он свои руки сохранит и если даже потом свою жизнь он не свяжет с боевыми ну ну вот искусствами то есть не будет заниматься ни карате ни там ММА вообще ничем то он инвалидом не останется понимаете то есть он будет заниматься тем чем захочет у него пальчики сохранятся подвижные все будет у него замечательно вот вот это вот важно потому что многие видят что набивка рук считают что набивка рук важна прежде всего там адептам карате там вот и для тех кто готов посвятить этому всю свою там жизнь а мы спортом занимаемся поэтому нам нафиг не надо нет укрепления рук спортсменам тоже нужно потому что абсолютное большинство травм а получают именно в спорте а не в таком карате где занимаются по традиционным направлениям да еще часто по таким где вообще соревнований нет но там люди как правило себя другими способами калечат они как изощряются в самом мазохизме и даже не участвуют в соревнованиях свои руки превращают врага ну в общем из крайности в крайность а результат один то есть какие-то проблемы с ограничением подвижности в пальцах рук функциональности и так далее так вот поэтому детская макиварта в принципе нужна потому что она позволяет уже самой-самой ранней стадии правильно понять технику карате не привести ее к исключительно спортивной технике которую придется переделывать потом если человек решит заняться каратесом серьезно или боевым искусством любым другим серьезно а вторая задача работа на макиваре профилактирует травматизм в том числе и спортивный профессиональный травматизм вот и все видите поэтому я вам уже ответил на вопрос почему на тот который сам задал почему я считаю что макивара детская нужна она востребована вполне вот такие вот ребят пироги ну так что вопросы то будут кто сейчас есть в эфире я вижу что несколько человек сейчас находятся в эфире смотрят задайте вопросик по макивари вообще вы сами работаете на макивари кто смотрит сейчас я так понимаю что если вы с эфира не свалили значит интересно вам эта тема вот интересно работаете на макивари если работаете то на какой на самодельной на макиваре фирмы или может быть на моих макиварах работаете а друзья вообще рекомендую вообще считаю что на самом деле работать можно на любой макиварь если есть понимание что делать и как делать и мозги есть хорошая методика не конкретный а под конкретный снаряд а методика в плане понимания глубокой разработки и понимания принципов как это действует можно работать на чем угодно хоть на стене хоть на бревне хоть на камне хоть на мешке хоть на чем угодно единственный момент не все типы макивар годятся для проработки всего комплекса задач которые может дать макивар а весь комплекс задач он в том заключается что вот я вижу вопрос есть вопросов нет и так все понятно я очень рад классно о чем я говорил что нельзя проработать и весь комплекс задач какой комплекс задач самый главный задач по работе над телом две ну можно выделить три то есть первое это значит укрепление непосредственно самих ударных поверхностей и частей второе это значит выстраивание и укрепление ударного звена то есть снижение демпфирование всего ударного звена от стоп ног начиная если мы рукой бьем и заканчивая непосредственно самой ударной поверхностью и третья часть это постановка глубокого пробивного удара когда мы формируем правильную точку киме которая находится не на поверхности мишени а гораздо глубже а еще на макеваре есть куча других задач она вырабатывает чувство правильной дистанции чувство прихода правильного ударной поверхности на мишень вот она вырабатывает правильный тайминг и еще целую хреновую кучу задач она решает и вот когда разговоришься с теми кто говорит что я на макеваре работаю там 10 лет там или даже это больше оказывается они нифига этого не знают в лучшем случае есть понимание о том что на макеваре набивают что-то и может там покрепляют тело а вот уже о постановке о глубине удара точки киме уже такие очень поверхностные знания могут быть а может и не быть вообще так у меня детки 12 лет бьют макевару хотя боксеры во вот вот интересно то что меня это больше всего поражает я очень рад Михаил за вас прямо вообще безумно понимаете макевара снискала за последнее время большую популярность не среди каратистов а именно среди ммм и бокса не зря макевара мбша это макевара боксерская вот почему потому что ребята которые занимаются боксом они не зашорены у них нету понятия глубокой глубокого традиционализма что все традиционно как делали наши предки давайте ребят если как делали предки видите палку к палку и как не нутандертальцы там гоняйте мамонта там я не знаю зачем вам какие-то школы боя на там алебардах копьях там что-то еще и то же самое и вообще всего остального касается все виды спорта все искусства растут и прогрессируют соответственно времени зачем нам оставаться в каменном веке вот поэтому новую современную макевару нужно брать а старая макевара она себя и жила именно поэтому современные концепции развития карате отторглись отторглись старую макевару ее сейчас фактически нигде нет она ее можно встретить только в ортодоксальных школах и больше нигде и то те методики которыми там люди занимаются они неприемлемы даже большей части тех адептов которые этими стилями занимаются и в итоге что получается макевара стала не нужна а именно она мостик карате нет макевары сердце карате потеряно не будет биться пульс карате без макевары макевара это сердце карате ката это душа карате а макевара сердце но его нужно постоянно реанимировать ему нужен прямой массаж ему нужно кулаками массировать это сердце и карате будет жить как искусство так вот и это понимаете а боксеры поняли что макевара много чего дает реально потому что они занимаются в тейпах занимаются в перчатках а ведь бокс это же не всегда спорт люди занимаются боксом и для самообороны и как искусство боевое и для искусства боевого обязательно нужно чтобы оружие было обязательно это то же самое что я про патрон сказал что есть очень сильный патрон у боксера классный мощный есть удар но если нет ударной поверхности все ваша ваша пуля она как из говна будет выстрел таким самоги патрон мощным будет как из говна пули только брызги полетят и все нет возможно невозможно а вы точно повредите вашего топонента это 100% он получит травму и все ну и кулак тоже получит абсолютно ту же самую травму а может и быть аутотравматизм попадете противнику в лоб и не лоб разлетится у него а ваш кулак на брызги и лопнет как арбуз так константин я два года на самодельной много ваших роликов посмотрел много чего интересного узнал спасибо спасибо ребят что смотрите спасибо что пишете отзывы я очень рад что вы смотрите все это дело очень доволен значит я не зря всю эту работу делаю считаю что я знаю что я делаю потому что я макевару юзаю он 25 лет уже наверное как и уж давным-давно это разработал макевару свою конструкцию именно потому что понимал что от макевары нужно и слава богу мои знания в области биомеханики физиологии спортивной в области карате а кстати кстати ребята этой весной через полтора месяца буду наверное значит тестоваться на пятый дан не значит оставляют меня мои значит ученики в покое и делают все возможное чтобы я сандавал на все более высокие разряды вот большое спасибо конечно им потому что без них я бы наверное бы и не заморачивался бы по этому поводу что стоит мне мой черный пояс как-то подсвежать потому что черни он уже не будет все равно да вот так что буду сдавать с четверга начинаю подготовку по аттестационной программе по полной программе что называется а там посмотрим как это получится в апреле а в конце марта все должно произойти так самодельный макевар много самодельный макевар я сказал что на любых макеварах можно работать безусловно вот например на простых упругих макеварах которые из себя представляют обычную доску упругую можно запросто работать технику набивки и даже технику постановки если у вас очень высокий самоконтроль и вынимаете как как это все действует но вот набивку и укрепление самого ударного звена на упругой макеваре любой можно прорабатывать на любой абсолютно вот по поводу постановки ну качественной здесь уже конечно посложнее должен высочайший быть уровень самоконтроля вот но можно я вообще самоделкиных уважаю я люблю людей потому что я в принципе меня тоже можно самоделкин назвать правда я профессиональный самоделкин я если какой-то каким-то видом деятельности занимаюсь что-то конструирую или что-то создаю я подхожу к этому как к очень серьезному проекту я не делаю ничего никогда на коленке я все делаю профессионально ну это такой подход мне присущ был практически всегда потому что я всегда работаю на результат для меня результат важен если для некоторых сам процесс важен для меня наряду с самим процессом вернее для меня процесс бессмысленен если он не ведет к результату и причем не над абстрактному какому-то а конкретному который формируется как цель зачем мне дан сам не знаю нахрена зачем мне пятый дан не знаю ребят наверное это он мне в принципе не нужен потому что долгие годы у меня второй дан был и мои люди с которыми я тренировался занимался они достигли там шестых дан пятых и все такое прочее а потом в темпе вальса вот у меня четвертый сейчас дан стал тестовываться ну наверное ученикам моим не очень удобно что они уже переросли меня по данным а я горжусь наоборот с другой стороны это опять же способ пообщаться на профессиональной почве с учителем моим сделать вот ему приятное то есть приятно ему когда ученики растут у него получают высокие разряды в прошлый раз аттестовывался когда я на четвертый дан он вообще просто расцвел до профессора Юрга потому что сдавал я ну вот я похвастаюсь ну великолепно сдавал прям сам сам за себя рад но я говорю я ко всему подхожу профессионально хотя у меня проблема была я поднадорвал с бицепс бедра и значит аттестовывался с такой травмой ее победил на аттестации только благодаря тому что весь обкололся ну вот ногой ну ногу то есть эстетиками местными чтобы можно было ну сдать по-человечески да вот ему это приятно а мне приятно сделать приятное как учителю своему ну и у нас народ на самом деле на регалии падки конечно я когда подписываю свои статьи какие-то курсы ролики там что у меня такой-то дан в карате народ как-то по-другому смотрит учитывая тот факт что я часто на карате нападаю хотя являюсь сам адептом карате и считаю что для меня это профильная школа это моя база это вообще жизнь моя карате а нападаю почему именно за косность за ортодоксальность то многие товарищи которые там аттестуются это постоянно и имеют более высокие разряды говорят ну что об этом может знать там второй там дан условно говоря чего ну понимаете они для них вот эти данные что-то решают да больше может знать чем чем они намного но когда эти регалии подтверждены еще то тут авторитет то это уже хотя бы такая мелочь но и она в их устах уже перестает быть аргументом потому что мы говорим по крайней мере с точки зрения регалий с одинаковых совершенно позиций у него пятый дан да у меня пятый дан все ну нормально все понятно хотя вот я скажу что для меня например с званием мастера спорта который вот у меня есть оно для меня ценнее чем смки четвертый дан потому что я знаю массу людей с высокими данными которые никогда не стали бы мастерами спорта в принципе вообще из-за того что они либо боятся на соревнованиях участвуют либо не хотят или не хотели либо вообще не могли либо еще что-нибудь ну в общем короче говоря понимаете звание мастера спорта дается за достижения а вот данные не всегда за достижения даются и не всегда даже за знания а уж что касается высоких данных то я очень часто видел как они даются за заслуги какие-то перед отечеством он у Пиночета вообще десятых данных и чего вот поэтому наверное в принципе данный может быть не нужен скажем так он мне не помешает а потом мне нравится то что сейчас у меня появится еще одна такая штучка это будоражащая кровь что нужно подготовиться нужно снова повстречаться с разными людьми поспаринговать отработать программу подготовить письменную работу в том числе перевести на английский в общем короче появится куча деятельности на которые у меня времени конечно как всегда не хватает но это дополнительно такая будоражка приятная это знаете как для папашки которому 50 лет а у него бас родился ребенок и у него вот вроде как-то и так в жизни хватает сам заморочек а для него это новая там отдушина вот для меня это тоже такая захватывающая штучка сейчас буду ездить на эти тренировки специфические снова надевать буду кимоно потому что я в кимоно редко тренируюсь вообще вот и потом обязательно видео выложу если возможно записывать там будет то обязательно посмотрите не стесняюсь наоборот похвалюсь ну вот смотрите я уже в принципе практически подъехал и вопрос последний был и не помакеваривал все да ну ладно вот что касается данных да я много писал о том что чернее пояс не будет или там нужны ли мастеру там эти данные вы на моих сайтах вот на буду блоге можете или на буду шине лучше на буду блоге наверное там вот я такие пишу статьи можете зайти и просто в поиске на сайте есть поиск в буду блоге просто посмотреть например как бы это набрать там там зачем мастеру данный или там данный данный вот такое и вы нападете на статьи которые как раз я вот обсуждаю критикую систему данных рассказываю свою точку зрения по этому поводу так что все вы там сможете посмотреть будете знать мое мнение по этому поводу что я думаю о боевых искусствах об ортодоксальных и традиционных боевых искусствах о современных вот вот так вот друзья мои ну что в принципе я приехал смотрите обязательно мои видео на ютубе это кстати видео тоже появится на лайв ченнел на ютубе и заходите обязательно на мой основной канал на ютубе найти меня на ютубе очень просто наберете просто михаил шилов или шилов и найдете все мои ролики всех благ михаил все всем пока до скорой встречи а обязательно подпишитесь на мой инстаграм потому что там я эфиры очень часто прямые веду и в 8 часов утра стараюсь постоянно там выходить с прямой эфир там я веду эфиры по корректуре по теме по коррекции фигуры то есть по похудению по подкачке по питанию правильному и так далее ну ладно все салют